Я один ской. Да ещё и выжил в конце. Таня ушёл в Альгаву. Как ты можешь вот... эээ... А я вот не уметь играть, эээ... А я вот не уметь играть, эээ... Но покажут какую-нибудь в леску в середже Кичана, что-то тактёрно сидит в Макдоналдсинг. Кто? А-а-а! Смешно. Ну, понимаешь... Главная проблема интима гремящим, это помнить про то, что он не миниказа. Он быстрый, и у него торпины на 8 км. Он не очень быстрый, и он, сука, большой, он заметный сильно. У него очень большая дальность обнаружения, относительно миниказы, на котором можно подплывать к корме и щекотать руль. Он противник и не заметит. Ну, вообще, вообще, его уже понерффит. Миниказа, да, понерфит. Но останется и Саказа. И Саказа тоже понерфит. Ну, останется гремящей. А, нет, они понерфят Митсуки и миниказа. Ну, и Саказа тоже довольно имбовая вещь. Сейчас, по-моему, тоже что-то берут там. Но зато у них теперь будут поворачиваться пушки. Ой, у них такие пушки. Все равно, если увидишь Клеменсон, то просто нужно разворачиваться и драпать. Фуй. Ты не гремящий, который бронебойными крейсера перестреливает в цитадельку. Эх, вот в октябре выйдет ветка немецких крейсеров, а в ноябре вроде как должна выйти ветка советских эсминцев. Воображаемых. Не-не-не-не, подожди, подожди. Послезавтра. Завтра? Послезавтра. Почему послезавтра? 24-го, потому что. А в чем проблема? Новости не читаешь? Ох ты, три линкора идут друг за другом. Нет, новости не читаю. Ряжем с ними ни одного крейсера. Господи, почему я на гремящем? Кстати, вон вчера отличная была история. У них она. Неужели можно смотреть? Слушайте, это самое говно. Пархид 24. А Батя говорит, ну не слушай. Смотри. Так, кто-то меня спалил. Привет, Клевенсон. Сейчас я буду катать. А, нет, не буду рядом с тобой тендрю. Не буду. Я ошибался. Это самое, там, смотри. А там, показали диканты под почемником? Да? Ну, не совсем. Аркады же? Да. Уэй, бля, пиздос. Ха-ха, я увернулся от твоих торпед. Пидор. А вот от моих нет. Сычка, получи. Что мы разговариваем, как 13-летний школьник, который играет в КС? Уэй, бля, пиздос. Потому что, сегодняшний возраст, парень. Не говори. Я тоже, он 20-летний года застрял. Ну, все зашибись. Эх, пацаны. Пацаны, рано-то разрастает. Нацепили из вас в милотежном. Что же с нами стало, пацаны? Раньше можно было любую тёлку втануть в живот. А, тут ещё один эсминец. Вот этого мне только не хватало. Викерс. А мне одну пушку вынесли. Я понял, когда мне на Минникадзе вынесли 3 из 4. Ну, у Минникадзе я вообще орудиями там не пользуюсь, потому что они не нужны. Ну, вот против эсминцев как раз таки нужны. С перезарядки 7 секунд. Не уронов 2 тысячи, а она. Приплыли за мной. А, вторую вашу главного калибра вынесли. Ну, сука, держись. Сейчас я буду щекотать твою цитадель. Три попадания в цитадель. Три попадания в цитадель. Три попадания в цитадель. Три попадания в цитадель. И торпеда. Вот так вот. За три выстрела и две торпеды можно вынести. Эсминец. Это. Армирс. Почему не Мурманск? Потому что у меня не было голды на него, и он не нужен. Все готовят на Мурманске, потому что отфармят. Он стоил 2... Сколько он там стоил? 2. Он не стоил. Или ты про голду? Мурманск стоил голды больше, чем выдавали по продаже. Ну, после бета. Это западение, что в Китае начали взрываться один завод за другим. И вот сама Гензи и все такое. А что у них все взорвалось? Ну, сегодня завал еще один. Ну, слушай, черный август. Черный август – это такое время, в которое нельзя выходить из дома. И летать на вертолетах. И на самолетах. Да и дома тоже сидеть. На поездах нельзя. И на поездах нельзя ездить. Они взрываются. Ну, я же ездил. То есть ты, видать, мало в России живешь раз. Не знаешь, что такое черный август. Весь август, короче, в электричках и поездах. Бля, из четырех башен две вынесли. Ну, как так? Это вообще. И на УАЗике под сотку по шоссе. Так, смогу ли я за два выстрела вынести куму? Вопрос. Готов. Одним выстрелом. Ха-ха-ха. Я вынесу двумя выстрелами. Я вынесу одним выстрелом. Кого? Готово. Куба. Куба это вообще пиздос. Вот так лучше, чем Куба. Угу. Я не пробиваю его. И он вернется в торпед. И сейчас меня вот так убьет. Можно же просто зажать. Угу. 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 А то обычно занимаешь? Ну, обычно, когда я набиваю опять фрагов, я топлю кого-то, чешу? Кого-то из своих. То есть, вот как размахнись рука. Стрелем-трелем. Продолжение следует...